всем привет сегодня рассмотрим на сортировку шелла мы уже рассматривали три типа сортировки это было сортировка выборкой вставками но и пузырьковой то есть эти три типа сортировки немедленны но я сделал сравнительный анализ в самом простом виде не математически ничего просто там по времени вот и были объяснены кое-какие нюансы вот сегодня же у нас сортировка шелла вот то есть что такое сортировка шелла но смотрите у нас есть сортировка вставками диана вот insert так но она работает медленно поскольку в ней в этой сортировке обмен в обмен выполняется только соседних элементов вот и любой элемент может сдвинуться лишь на одну позицию за один шаг вот соответственно если там какой-то элемент с наименьшим значением оказался в конце массива то нужно n шагов то есть n это размер массива вот чтобы этот элемент занял нужное место вот сортировка же шелла где она вот она у нас шелла то есть здесь да хотел бы сейчас добавить здесь не будет анимации так как анимация сжирает очень много времени эффекта как бы нет да возможно когда нас будет на канале ну хотя бы 50 миллионов подписчиков тогда возможно я начну делать анимации вот но но пока без анимации вот так вот сортировка шелла сортировка шелла это улучшенная сортировка вставками вот то есть это как бы такое расширение и быстродействие этой сортировки достигается за счет того что обмениваются не соседние элементы а обмениваются элементы расположены друг от друга на неком удалении вот то есть самое основное в этой сортировке шелла как раз выбрать вот это вот некоторое значение вот данном случае но представлена буковкой аж на перемены там других статьях это может быть представлена как d то есть distance вот в этом случае вот реализация это реализацию я взял этой сортировке шелла из книги роберта сэджвика алгоритмы на си плюс плюс вот и у него есть такая вот реализации так вот есть различные реализации этой сортировки шелла и отличие этих реализаций вот вот именно в вычислении вот это вот как раз расстояние да то есть по-хорошему сначала есть какое-то расстояние и дальше вот это аж да и дальше но уменьшается уменьшается и уменьшается до тех пор пока она уже не станет единичкой вот и там уже по факту работает сортировка вставками вот как бы сортировка шелла во многих случаях медленнее чем быстрая сортировка кстати быстрая сортировка принципе используется в большинстве библиотек по умолчанию вот но она имеет ряд преимуществ то есть в сортировке шела отсутствует потребности в памяти под стек то есть мы работаем непосредственно с данными готовыми ими на меня местами элементы здесь не надо вы выделять дополнительную память на стеке либо в динамической области памяти вот и при неудачных так сказать наборах данных быстрая стартировка иногда становится не такой уж и быстро вот но для стартировки шела это не проблема не проблема ну давайте небольшой просто примерщик 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 то есть это все я все-таки предлагаю разбирать вам самим чтобы понять и но можно и не вдаваться в технические детали а просто понимать как бы знать эти виды сортировок там шела вставками ну вот шела мы знаем уже что это улучшенная сортировка вставками так давайте f11 в данном случае у меня массив из 10 элементов и вот на этом этапе вычисляется вот это h или d до distance то есть это будет обмен элементов не соседних а разница между ними будет в 4 элемент а вот и вот сейчас мы посмотрим он к примеру да и и и от ну это я предлагаю вам пройтись самому то есть исходники этого всего будут вот и пройтись самому но я же говорю можно особо не вдаваться в детали если у вас нету каких-то очень серьезных задач где важна каждая итерация к примеру так и что у нас вот у нас есть мы получили элемент до 66 это что у нас по индексу 4 вот число шестерочка да теперь у нас вот по факту идет даже вот это как бы сортировка вставками вот вот этот верхний цикл он просто меняет наш вот этот шаг с большего на меньше и меня и меня меня пока не дойдем до единички вот но в данном случае у нас 6 меняется с чем вычисляется вот наше 6 вот она да йод йод равен четверочке меняется с элементом 4 минус аж аж в данном случае 4 значит с нулевым элементом в данном случае 10 поменяется шестерочка то есть сюда мы записали 10 дальше цикл на этой итерации завершается вот этот внутренний и сюда вставляем шестерочку а вот то есть фишка в том что вот эти все циклы до их тут не один да это вычисляет аж это там уменьшает это h или d вот то есть это как бы такая предварительное можно сказать сортировка то есть она сдвигает элементы максимальных близко к своим позициям вот так что в последней стадии число перемещений будет относительно невелико вот так как последовательность можно сказать почти уже отсортирована вот как выбрать вот это вот d или аж да вот в данном случае здесь троечка как его выбрать но вопрос не тривиальный вот и на самом деле эффективность точную эффективность сортировки шелла не смог выполнить ни кто вот может быть это сделаете вы вот так как ну не так как а никто не смог сделать точный анализ этой сортировки потому как он здесь нельзя его наверное сделать так как все зависит от того какие данные будут и какой будет вот этот шаг вот эта троечка почему здесь троечка ну это предложено было кнутом вот то есть отношение соседних шагов примерно в одну треть была рекомендована кнутом вот там тысяча шестьдесят девятом году то есть в своих анализах вот роберт седжвик как говорят это его ученик он и берет эту рекомендацию вот и на самом деле это очень как бы неплохая рекомендация и для многих случаев она довольно таки неплохо работает вот ну и давайте дальше чтобы опять не колупать эти внутренности этой сортировки просто сделаем сравнение этот исходный код еще раз говорю будет кроме того на гитхабе будет залито вот я только что добавил ассортинг алгоритм на вот файлик аж пипи в котором уже есть сортировка выборкой вставками пузырьковая и сортировка шерва и вы спокойно сможете взять и закачать себе и посмотреть что это такое это какая-то закралась очепятка вот и посмотреть так вот какие сделал сравнение я взял просто обычную сортировку вставками и и и и и и вот пятьдесят тысяч элементов и точно такой же массив но сортирую его с помощью сортировки шерва и давайте посмотрим на результат вот что у нас будет вот но но ну ну было 13 секунд и меньше секунды по моему то сейчас сортируется обычная сортировка вставками вот пятьдесят тысяч элементов которые расположены в обратном порядке но в этом сейчас 14 секунд до вот смотрите было сортировано два массива и в первом случае 14 секунд почти 15 во втором случае 77 миллисекунд вот даже меньше секунды разница как вы видите громадная столько немного улучшенная эта сортировка и то есть там не соседние элементы меняются а меняются зависимости от этой дистанции да ну мы уже говорили вот поэтому довольно таки уже эффективная то есть следует но это сортировка то следующих видео мы рассмотрим я рассмотрю другие типы сортировок частности и быструю сортировку вот и для каждого типа сортировки в конце будет просто вот такой сравнительный тест да но на самом деле как оказалось это не худший случай вот в данном случае я заполняю массив полностью наоборот да там не один два три четыре пять пять четыре три два один вот но 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 это не самый худший случай как оказалось так как я одно время нужно было протестировать сортировки различных библиотек вот и оказалось что в полностью в массив обратном порядке сортируется к примеру за н время да а если этот массив просто перемешать вот то ну казалось бы первый вариант когда вся последовательность в порядке убывания казалось бы да самый худший случай оказалось нет это не самый худший случай если взять этот массив и сделать и перемешать его так чтобы не было повторений просто перемешать да то это сортируется дольше но я думаю к этому подойдем вот но для наших тестов я думаю хватит и и вот таких массивов до в которых последовательность упорядочена наоборот вот поэтому 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 что я еще хочу сказать напоминаю для новых зрителей что есть исходные коды также в описании каждому видео есть ссылка на список видеороликов по темам кликнув по этой ссылке вы можете увидеть все видео уроки видеоролики на данном канале вот так же в самом начале там есть ссылки на гид хаб то есть на все исходники то есть иногда под какие-то видео я забываю в описании видео вы выкладывать ссылку но если я забыл это не означает что она не залито на гид хаб на гид хаб она заливается практически сразу после того как я записываю ролик вот поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем делимся и все такое всем пока